Уровень безработицы в России повысится до 6%. Такой прогноз на 2015 год делает Федеральное Министерство экономического развития. Ухудшение ситуации в стране неизбежно вызовет обострение проблем на рынке труда, уверены в ведомстве. Что в этой связи ждет сибиряков и существуют ли альтернативные методы борьбы с кризисом, расскажет Елена Зубарева. Долгий поиск, увенчавшийся успехом. Денис Юрченко, закончив вуз и получив профессию экономиста, полгода отбивал пороги кадровых агентств. Вакансии по специальности, конечно, были. Однако верить 23-летнему юноше без опыта работы управлять финансами компаний никто из потенциальных работодателей не решался. Встав на учет в службу занятости, Денис уже и не надеялся на успех и даже начал планировать переезд в другой город. Но, по иронии судьбы, именно на бирже труда ему предложили работу. По окончанию университета, конечно, можно было бы устроить хоть куда. То есть, ну, хотелось бы, опять же, конечно, по специальности. Интересно, тем более, как бы с малых лет была экономика. Искал по специальности экономист. Ну и вот нашел. Как бы сейчас на данный момент отработаю и вполне все устраивает. Интересно, развиваемся. Денису, можно сказать, повезло. На сегодняшний день в Омске только по официальной статистике насчитывается почти 13,5 тысяч безработных. Это те, кто встал на учет в службу занятости. В свободных вакансий 15 тысяч. Но спрос и предложения, увы, не совпадают. Наиболее востребованы высококвалифицированные рабочие в сфере машиностроения и металлообработки, а также медики. При этом уровень безработицы в Омске называют одним из самых низких в Сибири. Немногим более 1%. В соседнем Томске, для сравнения, где численность населения в два раза меньше, чем в Омске, этот показатель уже превышает 1,5%. Относительно положительную картину на трудовом рынке в нашем городе не омрачает даже продолжающееся банкротство НПО «Мостовик». В штате одного из крупнейших и пока еще действующих омских предприятий по последним данным числятся 9 тысяч человек. С «Мостовика» люди к нам не приходят. Это единичные случаи. Кстати, «Мостовик» до сих пор не заявил о планируемом высвобождении. К тому же в «Мостовике» работают высококвалифицированные работники. И мы думаем, что в случае, если все-таки что-то произойдет, то они будут востребованы на рынке. В Новосибирской области также пока не зарегистрировано случаев массовых сокращений. Не допустить их обещают и в правительстве региона. Однако есть один нюанс. Массовым называют единовременное увольнение 100 сотрудников. Сокращение, к примеру, 99 человек под это определение не попадает. Поэтому риск оказаться в числе безработных всерьез пугает местных жителей, особенно занятых в банковском секторе. Именно эта сфера, по прогнозам экспертов, попадет под удар в 2015 году. По Новосибирской области уйдет около тысячи человек. Это касается приватбанкинга практически во всех подразделениях. Это касается кредитующих подразделений, особенно ипотеки. На борьбу с безработицей правительство России выделяет в этом году 52 миллиарда рублей. Одно из самых приоритетных направлений – опережающее профессиональное образование для работников, которые находятся под риском увольнения. Впрочем, все чаще встречаются те, кто не надеются на милость свыше, а непростые экономические реалии называют толчком для творческого развития. Яркий тому пример – свободный художник и автор проекта «Натуральный обмен» Сергей Боловин, пять лет назад отказавшийся от денег. Рисуя портреты в обмен на еду, одежду или авиабилеты, он без копейки в кармане успел посетить 36 стран и, кажется, точно знает, как преодолеть любой кризис. Елена Зубарева, Анатолий Серов, Кирилл Полиенко, Алексей Андробаев. Новости РЕН-ТВ Омск.